Пожар Деревянные стеллажи и торговая продукция внутри помещения на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. К 11 часам было локализовано все, а к 12 полностью все ликвидировано. А что стало причиной возгорания, не уточняется. Но слава Богу, что все произошло. Вот так вот быстро все локализовали, и никого не пострадавших и погибших не было. Моя любимая озерка! Моя озерка любимая! Ловлю последние теплые деньки. Сегодня еще, сказали, будет температура днем до 27-28. Завтра уже будет на 1 градус меньше. Воскресенье еще на 1 градус меньше. Так что, надо сходить на пляж. Посмотрю. Я уверена, что я там буду не одна. Просто гляну, как вода. Вот я была на Комсомольском, да? Там все зеленое. Посмотрю, как здесь, на нашем берегу. Оно может зависеть от течения Днепра, где он как-то вправо-влево поворачивает. Если где-то вода, может быть, как притормаживается, там она, может быть, и цветет. Не знаю. В общем, сейчас приду сюда гляну. Может, и тут уже все зелененькое. Вот иду. По частному сектору гулять мне нравится. А жить, конечно, я бы не хотела в своем доме. Но вот смотрю, люди строятся. Как говорится, даже при такой жизни, казалось бы, да, сейчас не до строек. Люди строятся. А что, сидеть, ожидать? Оно затягивается, затягивается это все. Затягивается. Когда оно все закончится, сам черт знает. А может, и черт не знает. Поэтому люди строятся. Я вот тоже, когда окна поменяла на балконе, думала... Это у меня планы такие были. Вот поменяю балкон, все там застеклю. И тогда уже, как бы, чтобы в комнате навести полный порядок. Переклею обои. Т.д. Т.п. Потом, как представила... Ну, это ж так. Нанять кого-то я не могу. Надо все самой. Ага. Раньше это было раз-два. Чик-пык. С рулоном обои. Прых-прых. Раз-два. А сейчас... О! Думаю, надо ли оно мне лезть куда-то. Лишний раз на ту табуретку. Залазить, слазить. Залазить, слазить. А потом такое время, думаю, вдруг прилетит по квартире. А я там наклею новые обои. Ладно, подожду. Но с другой стороны ждать. Ну, что ждать? Время идет ждать. Так же, если проходит в каких-то жданиях. То перестройки, то майданы. То оранжевые революции. То АТО, то еще что-нибудь, то не то. А куда я пришла? Ну. А детки вон сидят. Сам себе вышел ребенок и играется. Да. Что-то тут копают. Что-то копают. А, это заменяли люди. Потому что, наверное, сами себе заменили канализационный. Этот колодец сделали нормальный. Ну, вот, приближаясь к пляжу. Вон, смотрю, там в кустах компашка. Человек шесть. Мангался. И точно шашлычки жарит. Мужчина лежит, загорает. Там молодежь играет. В мяч. О, разлегся. Здесь тоже каких-то пару мужчин. Может, мне к мужчинам поближе. Сейчас пройдусь вдоль берега. Там люди. Ой, нет. Тут два мужчины. Я прям боюсь. Здесь еще кто-то валяется вон на песке. Сейчас подойду к берегу. Посмотрю, какая вода. Не знаю. Где-то тенек надо найти. Под солнцем очень жарко. Оба. А здесь вода чистая. Вот и пожалуйста. Кто там туда ходил на остров, приходите сюда. Вода, конечно, ледяная. Я не знаю. Вон сидят. Три человека сидят. Одни головы. Еще один плывет, четвертый. Двое вон там стоят по колено. Зашли, выходят. Наверное, уже покупались. Мелкая рыбешка плавает. Это еще пока. Нет, я купальник ходила под низ. Не буду я тут в юбке сидеть. Вода чистейшая. О, тут такой прям отдельный затушек. Хоть бери в отдельное, тут ложись себе. Но тут тенечка нет. Я не хочу. Прям под солнцем. Мне открытое солнце тоже ни к чему. Я хоть и люблю солнце, но не так, чтобы под прямыми лучами. Ну, тихонько, что, потихоньку, люди загорают. Ну, не буду же людей снимать. Ну, что тут на пляжу? Хорошо. 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 Сижу себе одна. А впереди вижу этот работает фонтан. Круглый вот этот одуванчик. Да, я его показывала сто раз. Хотя я, конечно, удивляюсь. У меня таких видео по набережной и в парках я гуляю. У меня их целая куча. И как-то не пользуются спросом. Зато я там посмотрела, как-то один ходил где-то в парке. Так там комментарии ему понаписывали. Ой, там из-за парки, из-за все на свете. Думаю, такие странные какие-то люди. Тут куча видео, никто не смотрит. А там один человек прошелся по парку. И прямо все. И то показал так совсем чуть-чуть. Вообще, конечно, я вот это вот, говорится, поговорить о том, что кто что смотрит. Тоже оно что-то в рекомендуемых бывает. Там вылазит что-то. Смотрю, там женщина одна. Я даже название не запомнила. Вот, говорит, пойду, сейчас куплю хлеб. Показала ларечек какой-то. Вот дайте буханку хлеба. Потом, вот я дома. Вот я тут лежу, смотрю сериал. Вот, там. Ну и все, такое короткое, что-то там 2-3 минуты. А комментариев, во-первых, несколько тысяч просмотров. И комментариев целая куча пишут ей. Да, а какой хлебушек вы купили? А в каком это вы ларечки купили? А какого это хлебокомбината? А как называется хлеб? Ой, я тоже вот люблю там покупать такой-то, такой-то. Потом за сериалы. Ой, а мы смотрим вот такие сериалы. Думаю, ну может это одно ее видео такое. Может остальные видео у нее там есть интересные. Может это так одно такое просто. Нет, зашла весь канал такой. Там вот вытираю пыль. Там вот там поливают цветочки. Думаю, не пойму. Или это человек проплачивает. Знаете, сейчас же есть так канал, надо проплатить, чтобы тебя его смотрели. Ну, чтобы в рекомендуемых был. Или в самом деле людям так интересно смотреть ни о чем. Не знаю. Мне вот интересно всегда посмотреть кого-то, знаете, новые места или какие-то, вот если путешествия, человек что-то куда-то двигается. У меня, к сожалению, нет такой возможности постоянно куда-то ездить. Может поэтому мне эти каналы интересны. А вот так дома сидите, я сама дома сижу, бытовуха обыкновенная. Ой, классная вообще погодка, я вам передать не могу. Боже мой. Вот это если бы лето, тут бы пляж, места бы не было пустого. Ну, вода холодная. Вода холодная. О, неоплаза. Надо сюда как-то днем прийти, когда все магазинчики будут открыты. Потому что я когда-то приходила, заглядывала. Интересно. Может какие-то магазинчики и заинтересуют. Может одежда какая интересная тут есть. А то вечером уже только в основном. А что у нас здесь? Варус, да? Да. Да, это здесь варус. Ну, цветочки работают. Посмотрите, какая тут вкусняшка продается. Томлы на рулька. Вот 850 грамм, 325 гривен. Ребра томлыни. Это уже, наверное, все готово, я так думаю. 320, полкило. Ну, это уже готово, как ты считаешь? Или это надо готовить? Надо посчитать, что это готово. Как это? Или это уже приготовлено? Ну, почитай. Томлы наши или она... Полуфабрикат. А, полуфабрикат. То есть оно, видимо, как замаринованное, а потом его надо допекать? Или как? Ну, да, да. Грудинка, полкило, 320 гривен. Ребра 320. Полуфабрикат. То есть не разогреть, но и приготовить. Ну, смотрите, полкило, 320 гривен. Разные мясные полуфабрикаты, колбаски, сосиски, которые можно самим потом на гриле, в духовке, на сковороде. Кому как нравится. Фаршик накрученный. Сало. Сало лучше на озерки брать. Правильно? Да. Ну, вот так вот выглядит этот магазинчик. Второй этаж. Конфетки. Конфетки. Такие разные. В общем, надо днем приходить, тут что-то смотреть. Давайте с вами посмотрим, а почем же консервация. Трехлитровая банка. Вот есть 188. Это производитель один. А вот такая вот трехлитровая банка 239. А огурцов? Вот. Трехлитровая помидор 198. А что-то на шампиньоны трехлитровые даже нету и цены. Странно. Что ж на нее нету цены? Вот так вот. Огурчики вот такие вот, смотрите, маленькие. Вот такие малепусенькие. Их 260 грамм. И они стоят 78 гривен. Вот такие крокотулечки. Видите? Вот такие вот маленькие огурчики. 263. Ну, тут больше жидкости. 118,60. Вот так вот. Вот такие вот огурчики. Тоже, смотрите, болтается. Тут он больше воды. А здесь получается 104 гривны. 105 почти гривен. 185 грамм. Ну, в общем, цены видите, да? Ну, вот, допустим, самые обычные. Тогда берем литровую банку огурцов. 73,40. Вот так вот. Вот есть еще такие малепусенькие огурчики. Совсем малепусенькие. Ой, совсем. 113. Смотрите. Вообще, крокотулечки. В общем, можно сравнить цену. Стоит ли самим консервировать или нет? Что тут у нас? Перец острый. Вот такой вот. Кстати, можно будет закрыть как-то острый перчик. Вот так вот себе. Потому что я люблю острый. Икра из кабачков. 59,20. Знаете, иногда думаешь, а стоит ли морочить голову? Если я... Мне, если захочется, пойду куплю за 59. Один раз. Или вот такая вот кабачковая с перчиком. Икра из баклажан. Вот есть. 102. Но это, конечно, дороговато. Но я из баклажан позакрывала. Предлагаю такой из этих. Ну и вот так вот по мелочи мы купили кое-что. Вот такой десерт. Ананас. Около 30 гривен. Вот такой вот стоит. 400 грамм в нем. Значит, что тут еще буду сразу отставлять. Значит, картошечка. Хорошая такая картошка. Именно для жарения. Вот такая длинненькая, типа гранаты. Она по 13,90 за килограмм. Сейчас. Так, картошечка вот так. Ой, убрала вниз. Туда. Так, вот взяли огромное. Вот такая вот камбалища. Вот такая огромная камбала. Замороженная. Значит, почем камбала? По 119. Ну, почти по 120 гривен за килограмм. В общем, она около килограмма и вышла. Вот. Это на какой-то ужин. Ну, наверное, в четверг. Ну, что ж. Это ж рыбный день в четверг. Значит, надо... Так. Беру ее пока мне сюда. Мила. Что-то там сидят, ждут, когда им покушать. Там, так, колбаска вот такая вот молочная по 189,90 за килограмм. Вот такой вот маленький кусочек на 91 гривну. Вот такой хлеб финский черный, причерный. Особенно кто квас делает, это вообще подойдет. Вот такая вот буханочка 43 гривны 77 копеек. Вот такая малюсенькая. И вот такой вот хлеб. Это то, что сами пекут они вот в Арусе. Вот такой хлеб выходит 18 гривен 69 копеек. То есть 18 с копейками. Вот такая вот кирпичика. Баклажаны. Не знаю, что-то на озерку попаду я или нет. А вот баклажаны здесь в магазине по 36,90 за килограмм. Вот баклажаны. Огурчики сейчас в магазине можно купить по 32,90 за килограмм. Капуста молоденькая. Захотелось салат именно с молодой, со свежей капусточки. По 18,90 за килограмм. Вот такая вот луковица одна крымская. Рымская затянула на 48 гривен. Одна луковица 48,57. И вот такая вот огромная перчинка затянула на 15,88. А такой огромный перец, он вообще-то по 45,90 за килограмм. Что мы еще взяли? Набрали тараньки, потому что поняли, что-то нам это дело понравилось. Значит, не знаю, как вам это перевести. Плоскырка. Патрана. Ну, патрана это значит чищеная, вяленая. Ну, что такое плоскырка? Ребята, не знаю, что такое плоскырка. Или вот рыба называется плитка. Ну, что-то, не знаю. Рыбаки, можете отличить это от этого, наверное, да. Я, например, не разбираюсь, как это перевести нужно. Ладно, дело не в этом. Все. И люля-кебаб. Ну, получается, сколько ж у него здесь было. Не помню, цена. По-моему, что-то около 80 гривен за вот эту вот коробочку. 80, по-моему, 87 гривен. Вот четыре такие длинные штучки. И взяли соус сюда. Значит, это на гриле будем делать на вот этом своем. И соусом вот таким вкусным поливать. Ну, такие вот, можно сказать. Ну, а это мне бонус. Вот такие вот небольшие покупочки, вкусняшки.